Ребенок не умеет проигрывать. Что делать? До 8-9 лет у детей еще не сформировалось критическое сознание. И ребенок чувствует себя и видит себя идеальным. И когда он сталкивается с реальностью, где он действительно может проиграть, у него происходит фрустрация. Он недопонимает, почему так происходит. Дам несколько лайфхаков для того, чтобы вам было легче научить ребенка адаптироваться к тому, что в жизни всякое бывает и могут быть как выигрыши, так и проигрыши. Самое первое, вы должны понимать, что ребенок эмоционален. И не нужно его эмоции подавлять. Не нужно говорить, что это всего лишь игра, здесь ничего особенного. Вы должны сказать, я тебя понимаю, я вижу, что тебе грустно, я вижу, что ты злишься. Таким образом, вы поддерживаете и встаете на уровень эмоционального состояния вашего ребенка. Ребенок начинает понимать, что вы тоже чувствуете то же, что и он сам. Второй момент. Не подавайтесь ребенку специально. Ребенок должен понимать, что в жизни всякое бывает и он может столкнуться с сильным соперником, где он может действительно проиграть. И тогда это будет в разы больнее. Третий момент. Поддерживайте своего ребенка. Говорите ему, что он стал лучше играть, что у него стало лучше получаться. Но обязательно вы должны знать. Ни в коем случае нельзя говорить, что а вот твой друг, он сделал там лучший ход, он выиграл, он там победил, он сильнее, а ты не такой. Ни в коем случае это делать нельзя. Потому что это моментально. В несколько раз падает самооценка ребенка. Он перестает себя чувствовать как личность. Вы единственное, что можете сказать, это ты сегодня сделал чуть хуже, чем ты сделал в тот раз. То есть вы сравниваете непосредственно действия ребенка. Не самого ребенка, а его действия. Следующий момент. Не манипулируйте детьми. Не надо говорить ребенку, что я не буду с тобой играть, потому что ты себя не умеешь вести, ты плохо себя ведешь. Ты начинаешь плакать, ты начинаешь кричать, ты начинаешь швырять, допустим, фигуры, если это настольные игры. Таким образом, ребенок действительно, он не знает, он не понимает, потому что у него просто не сформировалось еще критическое его мышление. Поэтому он и правда не знает, как себя вести. И с этим нужно работать. В первую очередь вам. Делайте ребенку комплименты. Говорите, насколько ребенок стал лучше в той или иной игре, насколько он стал более раскрыт в той или иной ситуации игровой. Таким образом, вы будете его учить к тому, чтобы он легче воспринимал, что в жизни всякое действительно бывает. Не то чтобы жизнь – это игра, но в жизни бывают ситуации, где проигрыш – это не самое худшее, что может быть. И тогда ребенок научится быстрее играть и выигрывать. И у него не будет страха перед проигрышем. Я благодарю вас за внимание. Рада быть полезна.